Конечно, по традиции, и это действительно наша особенно русская традиция, окунаться в проруби. Но для церкви, для верующего человека важнее в этот день, конечно, побывать в храме. В храме на богослужении многие в этот день исповедуются, причащаются. И вот уже такими готовыми, как и готовил людей в крещении Иоанн Крестителя, Он крестил их в покаянии, то есть люди исповедовались, изменяли свою духовную жизнь. Вот с такими же и покаянными чувствами в эти дни должны прийти верующие в храм. Сейчас, слава Богу, в нашем городе много храмов. Много храмов, и уже люди рассредоточились по своим районам, а нынче у нас это будет рабочий день. Поэтому я не думаю, что здесь будет какое-то столпотворение людей. Это было и в прошлом году уже. Люди как-то спокойно приходили, относились к этому празднику. А вот те пандемийные условия, которые мы неукоснительно сейчас соблюдаем, и в том числе в наших храмах, на общественных богослужениях, и на праздник Рождества Христова, и на многие другие праздники, и, собственно, каждое воскресенье, все эти условия соблюдаются. Обязательно все приходят в масках, в каждом храме уже есть санитайзеры, обрабатывают руки. Я думаю, люди стали гораздо спокойнее относиться к этим требованиям, которые мы должны соблюдать. Поэтому я здесь думаю, не стоит переживать нам по этому празднику. Я думаю, наши люди, они сознательны и будут как-то с пониманием относиться друг к другу, не создавать какой-то толкучки и очередей, потому что набрать святой воды в храме можно в каждом районе нашего города. Есть такая традиция предоставления воды уже бутылированной в храмах, да, и в некоторых храмах она соблюдается. То есть эта вода привозится уже освященная, питьевая, потому что наши источники, которые мы, конечно, освящаем, источники проруби на территории нашего муниципального образования, они, насколько я знаю, санпином запрещены к употреблению в некипяченном состоянии. Вот, а святую воду, конечно же, не нужно кипятить. Поэтому приходится, значит, вот уже для питья освящать такую воду, очищенную, освященную, или из тех скважин, которые действительно пригодны для питья. Поэтому во многих храмах будет такая бутылированная, в том числе вода. Но вода уже непосредственно, которую мы берем из-под крана, мы тоже ее освящаем, и в баках церковных она освящается, да. То есть можно это узнать об этом. Этой водой можно окропить свои жилища. И, честно говоря, вот именно на праздник крещения мы по большей части и берем вот эту святую воду, чтобы окроплять свои жилища, свои дома. И эта традиция вот в течение вот этой всей недели после святого крещения. Я бы хотел сказать, что нужно набирать эту воду не канистрами, не цистернами, а достаточно небольшого количества святой воды, как и поступали наши предки, которые брали эту святую воду в небольшом количестве и хранили ее перед иконами у себя, перед божничкой. И вот натощак при какой-то болезни или при каких-то сложных жизненных ситуациях по чуть-чуть с молитвы потребляли эту воду. В каждом храме уже и до пандемии, уже несколько лет, у нас трудятся волонтеры, которые помогают при разливе воды и соблюдать дистанцию. И в каждом храме есть сотрудники и охрана, поэтому вот такими общими силами мы создадим вот эту обстановку действительно. Лишь бы люди к этому с пониманием отнеслись. Крестный ход в этом году в связи с пандемией в епархии было принято решение, чтобы этот крестный ход нашей городской отменить. Продолжение следует...